Добрый день! Я Дроздов Анатолий Николаевич. Ещё раз хочу обратиться к уважаемому Радаеву Валерию Васильевичу. Почему ещё раз? Потому что 15 апреля я к нему уже обращался, ну, практически никакой реакции. Значит, что я хочу сказать и рассказать о чём? Уважаемый Валерий Васильевич, вам или вас обманывают, или это специально делают, чтобы подставить вас. Я понимаю, что нужно строить набережную. Мы готовы переехать в новые эти наши эллинги, так называемые. Я потом объясню, почему так называемые. Ну, для этого они должны работать. А что у нас получается на сегодняшний день? Значит, оказывается, эти эллинги уже окончательно приметы, то есть сданы подрядчикам, сданы городу. Город подписал. Как нам об этом сообщил замглавы Максим Алексеевич Сиденко, что 8 числа всё было подписано. Ну что, подписать можно всё, что угодно. А теперь давайте просто посмотрим, как действительно выглядят все вот эти вот события. Значит, я коротко пройдусь по предыдущим нашим встречам. Говорить о том, что мы встречались с Сиденко 15-го числа, а 16-го вышло моё обращение к вам, Валерий Васильевич, я не буду. Заходите, сами прочитайте. Ну, реакция последовала. На следующий же день с нами изъявил желание встретиться мэр города, Михаил Исаев. Ну, мы, конечно, с удовольствием. То есть, я когда говорю «мы», это члены правления нашей организации. Мы пришли к нему 16-го числа, 18-го, извините, 18-го числа апреля. Он нас очень внимательно выслушал, очень внимательно. Не сказал, что нет ничего невыполнимого. Ну, как, соответственно, любой начальник отчитал своих подчинённых и дал команду, чтобы всё практически было сделано. Ну, грубо говоря, мы обрадовались. Тем более, срок переезда перенесли уже на май. А до этого нас обязывали, чтобы мы переехали в 20-х числах апреля. Ну, хорошо. Встреча закончилась с Михаилом. Проходит время, они молчат, ну и мы, конечно, молчим. Тем более, праздники. И вот уже в мае, в мае, а точнее, вчера, это совсем точно, с нами изъявил встретиться, как он объяснил, новый куратор этой стройки, Мегачёв, Павел. Назначил встречу на 10 часов. Ну, мы, конечно, как культуальные люди пришли туда. Дождавшись 11 часов, мы поняли, что его не будет. Я лично ему позвонил и спросил, чего, будешь, не будешь. Нет, я сейчас очень занят. Там в двух словах, объясни мне, что там это ценное. Ну, я начал объяснять. Я говорю, вот, понимаешь, водки спустить невозможно. Надо углублять дно, о котором мы два года уже говорили. Он так удивился и сказал, как углублять дно. Это в проекте нет. Так а что же есть в проекте? Тогда проще было на пустыре построить вот эти эллинги, если они не предназначены для спуска в воду. А потом вообще, что такое слово эллинги? Ну, в любом словаре, откройте, пожалуйста, и Ушакова, и Даля. Эллинг – это временное строение, временное, для ремонта и хранения водок. Вот мы не хотим, чтобы у нас были эллинги. Хранить и ремонтировать лодки можно сейчас, пожалуйста. А эксплуатировать в данный момент эллинг нельзя. Поэтому мы его между собой называем лодочная база. Ну, что еще я могу сказать? Значит, мы хотели пригласить прессу. И на первые встречи в апреле, и вот сейчас, вот в мае, нам это запрещают. Мне не совсем понятно, почему. Что за тайны там какого-то мадридского двора мы обсуждаем с администрацией города? Непонятно. Вот только это меня и вынудило сразу после встречи 15 апреля прийти вот к вам на сайт и все это рассказать. Ну, а теперь вкратце о том, что необходимо сделать, чтобы эллинг, то есть хранящий лодок, стал базой. Значит, у нас есть фотография первого вот этого так называемого эллинга, где четко видно, что из пяти спусков на воду может функционировать только один. Остальные все, они заилены полностью. Тележка не спускается, не говоря уже о том, что с тележки надо еще спустить лодку. Нам обещали, но мы в открытую заявляем вот этому Максиму, что мы им не верим и объясняем, почему. Я об этом тоже уже не раз говорил. Вот точно так же переезжали базы на Улиши. Им сказали, все сделаем. Прошел год после того, как сказали, что все сделаем. Ничего не сделали. И, как я понимаю, ничего не собираются делать. Я специально вчера у Коли Сизова, это его там сейчас база стоит, одна из двух, поинтересовался, а сколько лодок, значит, не могут функционировать на его базе. Он сказал, порядка 30%, около 30%. Ну, так что же это за переезд? Ну, давайте вернемся к нашим эллингам. Значит, я уже говорил, что у нас есть фото, где можно посмотреть, что сделано, или что, точнее, не сделано по углублению. Это первый и очень серьезный вопрос. Мы не можем переезжать туда, чтобы действительно считаться, что мы в эллинге. Переехать, но не функционировать. Более того, уже поняв, что мы туда не переедем, вот этот вот Сиденко начал нас уговаривать. Ну, давайте, ребята, ну, хоть 10 лодок переведите туда, сюда вот, на эти эллинги, чтобы мы могли отчитаться прямо в открытом текстах. Я не знаю, перед кем он должен отчитываться. Я должен отчитаться, в первую очередь, перед нами, чтобы мы могли спокойно использовать эти эллинги. Поэтому, Валерий Васильевич, я вот к вам еще вот раз именно и обращаюсь. Следующий вопрос. У второго эллинга совсем не работает один спуск. Он так смешно сделал, тоже фотография есть, она будет приложена, что там, во время, там, где должен быть спуск, идет ровная, примерно 20-метровая площадка, и она даже в некоторых местах с отрицательным углом, то есть с подъемом. Как спускать там лодки лебедкой, понятия не имею. Значит, следующий, очень серьезный вопрос. Это уровень воды в Волге. В этом году, слава Богу, он был очень маленький. И еще опускается. Так что это проблема для первого эллинга. А для первого и второго эллинга проблема с большой водой. Как ни странно, у нас малая вода бывает не каждый год. А вот, как сказать, подъем воды весенний, он регулярно происходит. И что получается? Значит, тоже будет приложена фотография, где я стою на земле, около эллинга, и мне уровень эллинга, вот, подрос. Что должны были сделать? Как нам сообщил разработчик данного проекта. Основания эллинга, где стоят лодки, должны стоять. 17 метров уровень от нуля, графика воды. 17. Засыпка щебенкой должна быть на 16,80. То есть щебенка должна быть засыпана, не доставая только до 20 сантиметров до уровня пола. Ну, все хорошо. Ну, вот на этом фото отлично видно, сколько там насыпано щебенки. Куда она делась? Это вопрос проблематичный. Здесь может быть несколько вопросов. Или недостаточно закупили, или закупили достаточно потом куда-то дели. Ну, это не наша прерогатива, этим пусть занимаются компетентные органы. Ну, что получается? Вот уровень воды при подъеме ее весенним за 6 последних лет, за 6 последних лет, 3 раза превышал 16 метров. Уровень Эллинга 17. Один год, а точно, очень точнее, это совсем точно, 15 мая 16-го года уровень воды достиг 16 метров 59 сантиметров. Значит, при нынешней насыпке мы туда будем ходить на нашу базу по пояс в воде. Даже сапоги не помогут. Ну, я не знаю, как можно такую базу принимать. Но это, я еще раз говорю, не наша прерогатива. Это, Валерий Васильевич, вы должны разбираться, как могла она быть принята. И для кого нужен вот этот фиктивный прием? Как нам говорит, переведите, вот я еще раз повторяюсь, 10 слов. Так сделайте проще. Как вот иногда делают с паршивыми домами, которые под сносом. Их закрывают. Так нарисуйте, как это на домах бывает. Нарисуйте. И не надо нас привлекать. Мы не будем участвовать в этой инициативе Сиденко. Ну, что еще хотелось бы сказать? Значит, вот две проблемы я как бы осветил. Третья, которая поднималась также у Исаева. И также он обещал ее решить. Значит, для того, чтобы попасть на базу, на эти эллинги так называемые, примерно половина лодочников не имеет машины. И они ходили пешком. С Чернышевской спускались вниз. Сейчас, по нынешнему, вот на сегодняшний день, туда можно попасть только или на машине. Ну, как я уже сказал, машины не у всех. И надо идти пешком от восьмеранного бывшего завода. Это чуть больше двух километров. Это не просто идти, а везти бензин с собой. Хотя элементарно можно сделать, и вот это именно Михаил обещал, обещал на нашей последней встрече, что сделаем прямой проход с Чернышевской. Там будет в пять раз меньше расстояния. Тоже ничего не сделано. А пенсионеру с канистрой бензина, да еще с рюкзаком по два километра шагать, потому что там никакого транспорта нет. Ну вот, это насчет прохода на базу. Следующее, что хотелось бы, это, ну, как бы, по технике безопасности. На базе установлены тельферы, которые полностью соответствуют технике безопасности. Пульты. Тельферы на 380 вольт, пульты на 36 вольт. Но лебедки, которые спускают лодки уже внизу, что 380 на лебедке, что 380 на пульте управления. Мы этот вопрос тоже давно-давно уже поднимаем. Обещают, обещают. Но дело в том, что мы не верим этим обещаниям. Просто-напросто. Ну и последнее, о чем бы хотелось еще сказать. Не только первый эллинг, который практически в нерабочем состоянии, но и второй. У второго эллинга один спуск, а этот спуск 90 лодок, также в нерабочем состоянии. Там умудрились, но здесь уже, конечно, виноваты не строители, а виноваты проектировщики. Если все остальные спуски всего-навсего 15-12 метров, то этот спуск растянулся на 30 с лишним метров. И получается так, что первые метров 5-6 идет нормальный спуск, а потом идет горизонталь. Как лебедка будет работать, спускать его, никто не знает. Толкать вручную? Ну, не знаю. То есть работы там еще очень много. Поэтому, уважаемый Валерий Васильевич, убедительно прошу вас, ну, ознакомьтесь с нашими проблемами. И те, которые я освещал месяц назад, и те, которые вот сейчас я освещаю. Мы хотим переехать. Нам уже надоела вот эта нервотрепка с переездом. мы уже полностью согласились и довольны даже тем, что нам вот построили. Ну, то, что построили, ведь должно же работать, а не просто отчитаться. А получается, стар, что ваши подчиненные, я не знаю, до вас это дошло или нет, уже отчитались, они приняли. то есть эллинги приняты, а эксплуатировать их невозможно. Ну, что я могу сказать? Делайте выводы сами. Ну, и напоследок я хочу выразить благодарность в голове, как она называется, точно не знаю, представительства Володина, Татьяне Петровне, за ее высказывание после моего первого выступления. Она же там однозначно сказала, полностью подтвердив то, что сказал я, что пока не устраняя все недоделки, переезд не может быть. Это ее слова. Спасибо, Татьяна Петровна. Спасибо.